друзья всем привет посмотрел тут видео сергея ширина о проблемах с их не уэф лампы которая потекла про кварцевые трубки которые очень дорогие обещал снять видео да и как бы для всех вас хочу снять видео показать какая кварц но какая уэф лампа стояла у нас что мы потом переделали и соответственно нужна ли вообще эта кварцевая лампа за бешеную кварцевая трубка которая стоит бешеных денег у нас изначально такая вот конструкция 110 труба и здесь это были может знаете такие заглушки с двумя клапанами мы покупали вот две таких заглушки вырезали клапана и там вот этого тонкая уэф лампа в принципе достаточно неплохо саждилась и там буквально надо было немножко для того чтобы но герметика налить для того чтобы она хорошо сидела и получается в 110 трубу мы вставляли две лампы просто не могу показать потому что выбросили уже она сломалась скажем так через какое-то время прям буквально месяца наверное через три сперва 1 потом через 4 где-то вторая лампа сгорела была проблема этой конструкции в том что она получается одноразовая то есть вот эта вот крышка она получается так как вся на герметике лампа все на герметике то есть снимаются выкидываются можно опять купить две лампы купить две этих крышки с клапанами и все повторить у нас было три лампы ультрафиолетовый поэтому у нас оставалась одна лампа вторую мы не хотели покупать и да и как бы не видели в этом смысла поэтому мы решили сделать по-другому смотрите у нас получается два переходника на со 110 до на 50 трубу муфта переходная труба обычная 110 обрезанная по длине по которой нам нужно и второй переходник со 110 на 50 трубу вот вот это и две крышки соответственно в эти две крышки мы купили вот такие вот резинки как там ребята рассказали это резинки для канализацию для стиральных машинок они есть двух видов бывает побольше бывает поменьше вот это у нас по моему поменьше мы взяли есть еще побольше она чуть чуть больше чем диаметр этой вот лампы чуть чуть больше и мы в принципе с этой стороны по моему будет лучше видно легко решили эту проблему то есть вот эту резинку мы вырезали фрезой подобрали по диаметру специальную фрезу никакого герметика ничего просто вставили эту резинку и как вы можете видеть подмотали лампу изолентой желтой по диаметру и очень-очень туго плотно вставили и все и никаких проблем у нас вот это вот уф лампа не текла вот это вот это не течь это герметик старый потому что когда мы эти крышки убрали нам не хватало длины мы чуть-чуть раздвигали и это даже из-за того что мы чуть-чуть раздвигали резинки вот старый герметик виден но она не текла лампа не течет соответственно отсюда вопрос нужны ли эти кварцевые трубки которые стоят бешеных денег если можно сделать вот такую вот элементарную вещь и течь она не будет и легко как вы можете понять меняется до вытащили трубку достаточно плотно сидит ну чуть-чуть напрячься и вытащили трубку подмотали в новую изоленту изолента стоит копейки вставили и дальше используется это дело пяти минут то есть вы если у вас уф сгорел вы на пять минут отключили узв поменяли лампу вставили ее обратно и дальше у вас цикл пошел никаких проблем изоленту еще кстати неплохо мотать вот если вас торчит чуть-чуть даже может много торчать подмотали изолентой она зелененьким светом светится не ультрафиолетовым как вы знаете ультрафиолетовый свет для наших глаз опасен лучше туда не смотреть можно ослепнуть вот и как бы зелененьким светом свете то есть вы всегда видите работает ли у вас лампа или нет нет никаких проблем соответственно нет проблем нет геморроев нет никаких переживаний а учитывая что ну вот эта вот конструкция не знаю может быть там рублей 300 она стоила это в разы дешевле чем соответственно даже сама кварцевая трубка одна поэтому как бы вам решать покупать ли кварцевую трубку или нет я показал всего лишь свой уев который нас обеззараживал воду проблему нас с водой не было никаких у нас бактерий тоннами не было и соответственно рыбка у нас не болела поэтому я считаю что наш уев абсолютно справлялся с нашей поставленной задачей как бы это все что я хотел рассказать спасибо за просмотры спасибо за комментарии как бы подписывайтесь на канал ставьте лайки всем спасибо всем пока